здравствуйте это телеканал русский мир программа золотые лекции и меня зовут владимир попков я заведующий отделом научной работы мемориального музея скребина в котором мы сейчас и находимся и сегодня я предлагаю про поговорить об очень интересном феномене я бы сказал даже уникальным феномене музыкальной культуры серебряного века об одном из величайших композиторов пианистов философов поэтов александр николаевича скрябине и сейчас в этом году в 2022 году вся музыкальная да и не только музыкальная общественность с большим размахом отмечает 150-летие со дня рождения этого гения наверное я не сильно совру что практически на всех континентах сейчас звучит музыка скрябина проходит лекции творческие встречи организуется огромное количество выставок но меж тем несмотря на то что с момента рождения скрябина прошло 150 лет родился он напоминаю по новому стилю 6 января 1872 года но тем не менее в его биографии творческом пути существует еще немало белых пятен вот еще достоевский писал о том что человек есть тайна ее надо разгадывать и вот по большому счету сейчас для всех нас я имею ввиду представителей музыкальной общественности научной общественности скребин конечно является вот той самой тайной и сегодня к этой тайне прикасаются не только музыковеды ведь скребин это явление не только музыкальное сейчас к счастью для всех нас к изучению биографии творческого пути этого гения прикасаются и профессиональные филологи потому что не секрет что скребин писал не только музыку он занимался еще и поэзии в профессиональные философы востоковеды потому что пожалуй скребина является одним из таких наиболее философствовавших композиторов чье творчество напрямую взаимосвязано с мировосприятием текстологи конечно потому что до сих пор мне к сожалению остается довольно большой пласт неопубликованных материалов к счастью сейчас эти материалы в основном доступны для исследователей и сейчас когда нет определенного скажем так налета исторического который существовал на протяжении нескольких десятилетий когда скажем скребин воспринимался совершенно по-особому как композитор как музыкант а все его философские веяния увлечения теософии и мистика которые мы сегодня поговорим они отодвигались как бы на пыльные чердаки вот сейчас все это открыто широкой публике открыто исследователям и надо сказать что в последнее время появляется довольно большое количество очень интересных работ но буквально в этом году к 150-летию со дня рождения скребина вышла в свет популярная монография об александр николаевича находится в печати два интересных сборника один эта книга дословно это переписка скребина с 1 2 супругами без купюр что было принципиально важным для нас а второй это сборник воспоминаний о скребине потому что когда мы говорим непосредственно об александр николаевич это первый человек который возникает на горизонте это леонид сабанеев чьи воспоминания все нам очень хорошо известно они широко цитируются в музыкальном мире но сабанеев не единственный и когда в частности мы открыли этот пласт то нашли очень много материалов которые ранее просто не цитировались и вот как это ни странно я сейчас скажу наверное ту мысль после которой скребинисты сильно задумываются но с моей точки зрения первый биограф скребина это как ни странно его педагог это величайший пианист дирижер профессор московской консерватории и директор в тот момент консерватории василий и сафонов который еще в начале девяностых годов девятнадцатого столетия посвятил скребину окростих где каждая строфа начинается с буквы фамилии скребин сафонов писал силой творческого духа к небесам вздымая всех радость взора сладость ухо я для всех фонтану тех бодрой жизни треволнение испытав как человек напоследок без сомнения ера монаху кончим кончит век судя по воспоминаниям современников сафонов очень гордился вот этой последней фразой ера монахом кончу век потому что фамилия скребин тогда заканчивалась именно буквой е и по сути вот это пророческое стихотворение действительно является такой максимально краткой максимально сжатой биографии скребина биографии которая невероятно красиво когда ее читаешь как текст как некое литературное произведение потому что с одной стороны вот это удивительный парадокс если смотреть на скребина с точки зрения творчества на скребина творца на кребина художника в широком смысле этого слова то кажется что его биография является как бы разомкнутый является незавершенной потому что всю свою сознательную по крайней мере жизнь но где-то начиная с середины девятисотых годов композитор шаг за шагом шел к построению грандиозного произведения грандиозного действия под названием мистерия с помощью которой он хотел буквальном смысле слова преобразовать мир и каждое его произведение по крайней мере крупное его произведение начиная уже с первой симфонии это определенные шаги определенные этапы на пути к этой мистерии и вот так сложилось что к сожалению ну или к счастью здесь сложно давать конечно оценочные суждения но тем не менее к самой мистерии скребин не успевает приступить то есть вот эта вершина айсберга оказывается условно разрушен но если мы смотрим на его биографию с точки зрения жизни описания то она появлю получается невероятно красивый получается невероятно замкнутый именно с точки зрения литературного текста но вспомнить хотя бы какие-то хрестоматийные факты которые известны очень многие например композитор родился по старому стилю в рождество по новому стилю сочельник из-за того что в 19 веке разница между стилями было 12 дней не 13 как мы принято сегодня родился 25 декабря 1871 года и по законам жанра литературного жанра человек родившиеся в рождество и естественно должен был умереть на пасху скребин умирает на вторую неделю пасхи было это в апреле 1915 14 числа по старому стилю его появление на свет было сопряжено к сожалению с одним очень неприятным событием ведь еще во время беременности матушка александр николаевича которая была блестящей пианисткой закончились серебряной медалью санкт-петербургскую консерваторию а кстати серебряную медаль ведь она получила не потому что скажем не дотягивала до золотой нет потому что других тот период просто не давали вот матушка скрябина великолепная пианистка простывает еще на стадии беременности и к сожалению это простуда довольно быстро эволюционирует перерастает горловую чахотку которая в тот период по сути не лечилась вовсе и как следствие умирает 24 года ее первому и единственному сыну было всего полтора так начинается с такой трагедии биография скребина хотя конечно сам александр николаевич вряд ли в тот момент еще мог рефлексировать на эту тему но чем заканчивается его биография незадолго до его кончины в начале 1915 года по новому стилю уходит отец мать и отец родить уход родителей как бы обрамляет его биографию что происходит далее далее под руководством тетушки любовью александровны которая по сути заменит ему мать и которая на протяжении всей своей сравнительно долгой жизни а проживет на 89 лет она скончается в сорок первом году она будет заниматься сначала воспитанием шуреньки до 915 года а с 915 и далее она будет заниматься тем что пытаться сохранить во-первых этот музей музей был открыт юридически в 1918 году и первым директором стала вторая супруга скрябина но и пополнять фондово конечно так вот одно из первых сочинений которая была написана под руководством тетушки это опера лиза созданная юным гением в семилетнем возрасте конечно с точки зрения музыкального языка здесь много о чем говорить не приходится понятно что семилетний композитор не мог пока еще дать миру какое-то собственное я естественно он транслировал все то что его окружало с точки зрения либрета более того мы опять же ничего не знаем об этой опере она не сохранилась целиком но это все равно театральный жанр он безумно любил театр он любил оперу он писал трагедии в подражание шекспира и даже разыгрывал их на домашней сцене чем заканчивается биография скрябина он опять же идет к театральному жанру к мистерии понятно что мистерии это театр совершенно иного рода это уже не детская опера лизы и не театр в классическом понимании это скорее вот эти вот революционные поиски мир хольда это новый театр это действие когда все зрители становятся полноправными участниками но это все все равно театральный жанр который как бы ему так и не поддается далее первый издатель скребина первый издатель это юргенсон знаменитый совершенно издатель один из крупнейших нотных издателей который взялся публиковать сочинение молодого тогда еще мало кому известного музыканта просто вот что называется безвозмездно без всякого гонорара скребин безусловно согласился на такие условия потому что понятно молодому музыканту которого у которого нет еще своей аудитории непонятно будут ли его ноты востребованы будут ли их покупать ну довольно сложно высказывать какие-то претензии по этому поводу и что мы видим завершение опять юргенсон несмотря на то что в дальнейшем одним из главных главных издателей скребина становится конечно издательство митрофан петровича беляева его ближайшего друга несмотря на то что одно время скребин публиковался в российском музыкальном издательстве у сергея кусевицкого но тем не менее в конце жизни он все равно возвращается к юргенсона еще одна линия как бы замыкается ну и наконец первые последние концерты ведь они прошли по сути в одном же том же зале правда одном и том же городе но городе называвшимся по-разному тогда в 96 февраля 94 года это был малый зал санкт-петербургской консерватории в апреле 915 это малый зал петроградской консерватории но все равно это одно и то же место петербург в котором он никогда не жил а лишь останавливался и давал концерт но тем не менее он играет очень важную роль в жизни скрябина и по сути он обрамляет его творческий путь конечно все вот эти совпадения во многом это скажем рефлексия уже наши рефлексия музыковеческая скажем сквозь призму времени но тем не менее ведь судьбе любого гения случайности что называется не бывает и вот в этом парадокс и в этом интересы в этом загадка скрябина вот как так красиво получилось а ведь могло все быть и совершенно иначе ведь мы помним что род скрябинах это род военных и когда юному гении исполнилось 11 лет то он естественно решает продолжить семейную традицию поступить вслед за своим любимым дядей дядей мити дмитрий дмитрием александровичем во второй московский кадетский корпус и тоже начать учиться как бы на военного постигать военную службу но довольно быстро всем стало понятно что военные скрябина никакой александр николаевич никогда не обладал крепким здоровьем никогда не обладал физической силой и вот нашей экспозиции кто был в нашем музее хранится уникальность совершенно экспоната последний фраг скрябина я иногда посетителям задаю один очень простой вопрос ответ на который они не знают но вот я говорю вот перед вами экспонат перед вами фраг как вы думаете сколько лет могло быть скрябина когда этот костюм ему пригодился обычно называют диапазон от там 14 до 20 лет на самом деле скрябина была 43 его рост 164 сантиметра даже по тем временам это ниже среднего довольно хрупкое субтильное телосложение и к счастью руководство кадетского корпуса оказалось достаточно мудрым и освободила иксан николаевич от занятий по военной физической подготовки и вот это освободившиеся время он начинает тратить уже на профессиональные занятия музыки и вот здесь надо сказать ему очень сильно везло вот скрябину иногда действительно по-настоящему везло как бы иногда не била его судьба вот везло ему прежде всего с педагогами по рекомендации сергея ивановича танеева это любимый ученик чайковского эта музыкальная совесть москвы как его называли тогда этот человек совершенно таким непререкаемым авторитетом гениальный теоретик композитор скребин приходит в класс к николаю сергеевичу звереву одному из самых известных детских музыкальных педагогов при консерватории зверев совершенно уникальная личность о его характере и его методах воспитания ходят легенды но тем не менее это человек который смог воспитать целую плеяду выдающихся музыкантов но стоит хотя бы вспомнить о том что в это время у зверева учится не только скрябин учится скажем и сергей васильевич рахманинов тогда еще сережа рахманинов и в отличие от рахманинова который жил у зверева на полном пансионе скребин был приходящим зверенком а именно зверятами их называли но как вспоминали современники никаких проблем с педагогом у него не возникало зверев безумно любил александр николаевича и очень часто звал своих воспитанников послушать на игру скребушки игру которая тоже была довольно спорным надо сказать и по этому поводу критика всегда очень сильно неоднозначно отзывалась тем не менее игру совершенно особую ну а дальше была московская консерватория вот здесь тоже парадокс ведь широкой общественности скрябин известен прежде всего как композитор а потом уже пианист философ это так далее но ведь юридически композитором скребин не был да он поступил на два факультета на фортепиано и на композиторский но в силу своего тогда уже не совсем простого характера он настолько рассорился с педагогом по композиции антони степановича марянским что в итоге ушел из его класса и композиторского диплома не получил диплом у него был только по классу фортепиано зато в этом дипломе стояла пятерка с плюсом но отсутствие композиторского диплома конечно на его судьбе на его карьере в дальнейшем никоим образом не сказала за единственным исключением пожалуй когда сафонов заботясь о материальном благосостоянии своего любимого воспитанника решает пристроить его на должность профессора консерватории естественно преподавать мог только класс фортепиано но надо признать что преподавательская деятельность была совершенно не про скрябина не для него она отнимала уйму времени уйму сил и при первой возможности воспитав один выпуск скрябин просто сбегает из консерватории оставляя этот пост и вот здесь как раз в начале 90-х можно говорить уже и о формировании скажем скрябина композитора но для этого стоит наверное отмотать немножко пленку назад ведь как говорится все мы родом из детства именно тогда в детском возрасте закладываются те базовые элементы которые впоследствии проявятся уже в зрелом возрасте ведь я не случайно говорил об опере лиза но по большому счету детское сочинение 7 лет но о чем здесь можно говорить зачем его вообще вспоминать но дети сочиняют практически все кто этим не баловался детстве по моему таковых не существует но несмотря на всю детскость скажем так этой оперы здесь есть два очень важных момента которые на которые я по крайней мере обращаю внимание всегда первый один из сохранившихся номеров этой оперы это вальс совершенно чудный домажорный вальс абсолютно наивный абсолютно детский но вот тот которым он и мог быть в этот период в трехчастной форме написанной середины все доминанте все как пол все по учебнику почему мы об этом говорим что такое вальс вальс изначально это просто бытовой танец но после определенного момента вальс становится полноправной концертной пьесы вальс выходит на концертную эстраду и и вот тот кто трансформировал этот жанр был фридрик шопен знаменитый польский композитор пианист романтик а мы помним что весь ранний период скрябин испытывал колоссальное влияние шопена и надо сказать что первую известность он получает именно благодаря этой связи причем связи иногда настолько тонкой что даже вот если рассматривать биографический пласт тетушка писала в своих воспоминаниях что ее любимый племянник иногда когда ложился спать он даже клал ноты шопена под подушку понятно что о такой связи тоже были сильно неоднозначные отзывы потому что скажем особо язвительные авторы критики говорили о том что нет это русские шопены слушать здесь в общем нечего хотя самые пожалуй дальновидные все-таки утверждали что это не шопен это скряда в итоге они оказались правы это первый очень важный момент второй ведь что такое опера опера это ведь не только музыка опера это или бретта опера это санография опера это костюмы декорации опера это в конце концов и публика которая пришла эту оперу послушать и посмотреть и вот как это не удивительно уже в семилетнем возрасте скрябин создает ли бретта он пишет музыку к этой опере он делает декорации у него был домашний театр с уже готовыми скажем так пьесами но его это никогда не устраивало нужно было все создавать с нуля он делает декорации он создает билеты то есть выступает выражаясь совсем современным языком в качестве продюсера билеты распространяются распространяются конечно среди дядей которых благо у скрябина было достаточное количество и это опера проходит на домашней сцене естественно исполнитель сам скрябин а вот это уже парадоксальная вещь вот это стремление объять необъятное стремление стать философом музыкантом поэтом это характеристика одного из действующих лиц его неосуществленной оперы кейстут и берута вот это то что будет характерно для скрябина уже позднего периода и вот тут еще один интересный момент на который я хочу обратить внимание ведь если мы говорим про скрябина в контексте серебряного века то естественная аналогия которая возникает это символизм скрябин равно символизм да безусловно хотя честно признаться что что такое символизм музыки вот об этом до сих пор не утихают споры но вот тот момент который известен теперь уже не широкой публике известен только лишь тем кто по-настоящему увлекается жизнью творчество скрябина ведь когда александр николаевич женился он был весьма молодым ему там было чуть больше 25 лет и когда соответственно появился первый ребенок то рода молодые родители он вместе своей супругой верой ванной блестящей пианистки тоже выпускницы консерватории они всячески начали с этим ребенком заигрывать ну пытаясь подражать его детскому скажем так липет ее детской речи и так вот это вот система оказианализмов назовем ее так она из речи устной постепенно переходит речь письменную в эпистолярное наследие почему мы об этом знаем вообще и она настолько разрастается и настолько усложняется что иногда целые абзацы формулируются именно вот на таком языке ну например когда скрябин скажем уехал в бург на исполнении одного из своих крупных сочинений он писал вере иване о том что но вот так получилось не очень благоприятно отозвалась критикой ты должна меня утешить скажи что это ничего и ну и так далее так далее так далее он просто просит поддержку что отвечает вера ивана цитата почти дословно но очень близко к тексту насколько я сейчас вспомню она пишет примерно следующее во вчерашнем твоем поме ты алуешься что те газеты обыдкали и каошо опыскали это и чего и чего мой тукач а точкушка уровну и неважно ну и так далее и вот казалось бы ну мало ли на каком языке разговаривают между собой муж и жена ну в конце концов кому до этого какое дело но вот здесь тоже парадокс как биографический контекст возвышается до уровня творчества ведь пройдет не так много времени и склябин задумывает как я уже сказал написать вот это грандиозное действие свою грандиозную мистерию вершину к которой он шел всю свою жизнь что такое мистерия мистерия это произведение в котором по замыслу автора должны были соединиться практически все виды искусства плюс ароматы для чего для максимального воздействия на человека максимального воздействия на органы чувств происходить это действие должно было в индии в специально отстроенном храме в виде полусферы с колоннами но поскольку этот храм должен был располагаться на берегу озера то полусфера плюс отражение дает идеальную форму шара шар вообще для него особая совершенно структура особая форма принимать участие в этой мистерии должно было по разным данным композитор здесь немножечко остывал в процессе замысла от всего населения земли до примерно пяти тысяч человек длится оно должно было в течение семи дней и закончится грубо говоря дематериализация то есть переходом из материальной в нематериальную форму существования по сути это творческий акт вот скребен говорил о том что вот скажем как в церкви да ну например вот взять скажем скажем литургию там же мы не воспринимаем скажем музыку отдельно действия отдельно перемещение по храму запахи отдельно воспринимаем это все как бы вместе вот так же и должно было быть в его мистерии и и поскольку мистерия это сакральный акт некое сакральное действие то как и для любого сакрального действия здесь должен был употребляться совершенно особый сакральный язык и скребен пытается этот язык создать изначально конечно воодушевившись контекстом времени а он по-настоящему сын своего времени он очень сильно увлекался символизмом он очень сильно увлекался модерном он безумно любил философию теософию в лице блаватской прежде всего он задумывает создать особый язык на основе санскрита и не просто санскрита а ведийской его форме то есть древнейшие формы санскрита и в личной библиотеке скребина до сих пор хранится учебник но надо сказать все закончилось по-скребенске он действительно сильно воодушевился он начал создавать словарь терминов где давал санскритское слово и слово русское но даже если проанализировать характер помет в этом учебнике то то мы увидим что в грамматике ни одной пометки нет все пометки в лексике или грамматика его не интересовала вовсе и он пытался использовать санскритские термины и корни для создания некой новой лексики либо он просто не осилил санскрит единственное кстати произведение где скрябин употребляет такое псевдо санскритское слово псевдо санскритское потому что в санскрите его нет оно построено на отдельных буквах санскрита это прометей не странно поэма огня произведение в котором как все мы хорошо знаем впервые в истории соединилась музыка цвет и свет но если говорить совсем грубо и приземленно именно в прометеи скрябин написанном в 1910 году родилась современная цвета музыка так вот долго кипели споры о том что же все-таки поет хор и какова трактовка его либо в духе импрессионизма когда хор не несет никакой вербальной нагрузки а является лишь одним из тембров оркестра либо все-таки определенная вербальная нагрузка есть вот оказалось что именно в хоровой партии прометея скрябин использует особое слово ой ахо которое взято у него из стайной доктрины блавацкой и означает вечный принцип космического движения так вот на определенном этапе каком нам сразу признаюсь не совсем понятно композитор ушел от санскрита но проблема оставалась как сакрализовать язык если мы почитаем те два варианта текста к предварительному действуя предварительное действие так называемая безобидная мистерия скребин постепенно ушел от общего замысла мистерии решил нас как бы подготовить к этому переходу то там кроме обычный ну условно нормативный в кавычках конечно лексики он использует оказианализмы волны взбежные волны вспенные и так далее там вскрыльности любви ности и молнии ности конечно тут можно говорить о том что к девятьсот десятым годам но в пику символизма появляется скажем футуризм и одна из главных таких принципов работы футуризма что ли футуристов является слова творчества но откуда где корни корни все там же пистолярное наследие скребина и получается сейчас вот об этом говорит замечательно совершенно ученый исследователь доктора филологических наук саннатальна макарова что при определенном углезрение скребин даже предвосхитил появление футуризма и вот к этому грандиозному замыслу мистерии скребин шел фактически на протяжении всей своей жизни уже в первой симфонии он провозгласил по сути свою жизненная кредо а в финале где используется хорно авторский текст скребин пишет о дивный образ божества гармонии чистое искусство тебе приносим дружно мы хвалу восторженного чувства искусство отныне и навсегда для него становится образом божества он как и многие представители модерна начинает поклоняться искусству почему именно искусство искусство как третий завет ведь серебряный век почему его называют временем докаданса это падок упадок тех морально нравственных устоев которыми жил век девятнадцатый и это поиски скажем новых устоев более того это слом эпох это жизнь в предощущении некого конца и вот как раз представители модерна представители искусства посредством своего творчества пытались ну как бы выйти за пределы вот этого естественного хода истории очень многие обдумывали работали вот над этой идеей но чем отличается скажем склябин от всех остальных тем что он был не только теоретиком но он шел до конца как бы парадоксально вот эта идея не была следующий этап это конечно третья симфония названная божественной поэмой здесь мне очень нравится теория федякина автора замечательной монографии склябина вышедшие в серии жезел которые говорят о том что три части божественные поэмы имеют название это борьба наслаждение божественная игра и это по сути три важнейших философских категории склябина что такое борьба борьба для него это все жизнь есть борьба любовь это борьба борьба это стремление вперед это вечное как бы движение наслаждение как бы это странно не прозвучало это остановка остановись мгновение это прекрасно а остановка это смерть то есть наслаждение является своего рода искушением и если мы преодолеваем это искушение мы попадаем на третий уровень уровень божественной игры но божественная игра это вовсе не означает что бог начинает играть нет конечно это совсем такие примитивные трактовки божественная игра это вот тот самый мир волшебный дивных образов и чувств проще говоря некий уникальный новый идеальный мир искусства куда стремится творческая потенция склябина и вот эта идея лучше всего была вербализована конечно уже в следующем произведении это поэма экстаза это следующий шажок на пути к мистерии ведь поэма экстаза у склябина две одна поэтическая одна музыкальная и вот как раз в поэтическом тексте у нас есть дух то есть некая творческая потенция которая жаждой жизни окрыленной увлекается в полет на высоту и отрицания и там в лучах его мечты возникает мир волшебный дивных образов и чувств то есть есть главный герой условно сам скрябин который посредством своей творческой воли творческой потенции устремлен вот в этот вот идеальный мир конечно на пути к этому миру в полете дивный мир волшебный дух преодолевает ряд испытаний но когда он достигает кульминационной точки звучит победная я есть то есть самоутверждение духа и когда философские эстетические проблемы были решены нужно было освоить следующий момент а именно синтез искусств ведь мы говорили что мистерия это произведение тотального синтеза и вот эту проблему решает как раз прометей и вот здесь еще один важный момент на который хотелось бы обратить внимание ведь еще константин дмитриевич бальмонт ближайший друг композитора знаменитый поэт символист задавался вопросом а революционер я или нет и вот этим вопросом всегда задаешься в связи со скрябином ведь если смотреть на скрябина вот в упор что называется в лоб то он безусловно революционер до него никто в музыку цвет и свет не привносил кстати зачем он это делает для того чтобы задействовать еще один канал восприятия то есть зрительный не только слуховой но еще и зрение то есть мы усиливаем воздействие на человека но с другой стороны если посмотреть на проблему шире что такое цвет и свет цвет и свет это основные составляющие живописи как вида искусства а мы помним что одна из главных идей модерна это идея синтеза искусств то есть получается что прометей это попытка соединения музыки и живописи и если рассматривать его именно в этом ключе то скрябин становится в один ряд скажем с рахманиновым с этюдами картинами с мусорским как предтечей серебряного века с картинками с выставки с чурленисом и так далее и так далее и так далее но прометей для него становится этапом этапом на пути к мистерии мистерии который по иронии судьбы так и не суждено было завершиться это произведение скажем его открытый финал композитор умирает не успев даже приступить к созданию этого грандиозного действия он начал работать над прологом к мистерии предварительному действу но и она осталась незавершённым склябин умирает 14 апреля по старому стилю 1915 года в возрасте 43 лет и вот здесь еще одно совпадение всего семь дней он проболел это те самые семь дней которые условно должны обвалиться его мистерия умирает он в этой квартире и и уже через три года после его смерти здесь открывается мемориальный музей склябина который существует и по сей день спасибо вам за внимание с вами был владимир попков и этот телеканал русский мир программа золотые лекции всего вам самого доброго до свидания спасибо за просмотр! ну и Продолжение следует...